Hi there! Меня зовут Юля. Welcome на канал Puzzle English. Смотрите ли вы шоу и передачи на английском языке? Тогда вам наверняка знакома популярная ведущая Эллен Дедженерес и ее Эллен Шоу. Недавно она объявила, что текущий сезон станет последним. Эта новость шокировала и сильно расстроила фанатов. But don't worry, выпуски все еще продолжают выходить. И сегодня мы разберем с вами интервью Эллен с гениальным подростком Майком, одновременно выпускающимся из школы и колледжа, а также уже имеющим за спиной опыт в двух бизнесах. Готова познакомиться с Майком, одновременно пополняя багаж знаний по английскому? Let's get started! Yes, that's correct. So on May 21st I graduated from college and on May 28th I'll graduate from high school as valedictorian. Акцентируем внимание на фразах good to meet you и nice to meet you. Они синонимичны и употребляются при новых знакомствах. Вроде нашего приятно познакомиться. Предложение You are quite something Переводится как Ты что за с чем-то? Ты нечто! Сказав это, Эллен выразила восторг по поводу его успехов в столь юном возрасте. Давайте попробуем применить выученное на практике. My name is Julia I am Alex Nice to meet you Good to meet you, Alex Меня зовут Юлия Я Алекс Приятно познакомиться Приятно познакомиться, Алекс Мы знаем, что easy значит легкий. Так вот, вопрос ведущий Можно перевести их как Люди все разные Кто-то улавливает сразу, о чем говорит преподаватель и, соответственно, моментально запоминает материал. Другому же нужно объяснять тему по несколько раз, разжевывая Майк, например, относится к первому типу людей He takes the knowledge instantly То есть он впитывает информацию мгновенно Впитывайте знания так же, как и Майк Учите английский вместе с Puzzle English Занимайтесь в тренажере видеопазлы где собраны тысячи популярных клипов, лекции TED и многое другое Занимайтесь онлайн в любое время и занимайтесь когда и откуда удобно Экзам преп же считается сокращенной формой что означает подготовка к экзамену Допустим Я не смогу пойти на вечеринку сегодня Я занята подготовкой к экзамену Запоминаю словосочетание To run a business Что означает вести бизнес, дела Along with в переводе звучит как наряду с вместе с Along with three others One Oscar Этот фильм наряду с тремя другими выиграл Оскар Глагол to combine Соединить, объединить, совместить В данном контексте Майк собирается соединить инструменты для управления всеми приборами в одном приложении Запоминаем слово Что означает на самом деле Оно часто употребляется в начале, в середине и в конце предложения To check on somebody something имеет два значения Разузнать, достоверна ли определенная информация He wanted to check on the man's story Он хотел проверить историю мужчины Убедиться, что кто-то или что-то в безопасности Находится в удовлетворительном состоянии Или делает то, что им следует делать Can you go upstairs and check on the kids? Можешь подняться наверх и проверить, как там дети And with that, I saw several possibilities for this Say, the blind or the elderly To gain more independence But then also, you know, it ties into my entrepreneurial goal To build technology that enables people to live better lives Possibility – это возможность А independence – это независимость Обратим внимание на выражение To gain independence Это означает обрести независимость Так можно сказать про независимость Физическую, социальную, финансовую и любую другую Идиома to tie into something переводится как Подключиться или ассоциируется с чем-либо Употребим ее в примере The novels tie into real, historical events Романы связаны с реальными, историческими событиями Поражает то, как еще очень молодой Майк Четко обозначил для себя собственную entrepreneurial goal То есть предпринимательскую цель To build technology that enables people to live better lives В переводе она звучит следующим образом Создать технологию, которая позволит людям жить лучше Восхитили вас амбиции Майка? Меня очень! Не переключайтесь! Смотрите и другие видео на нашем канале А с вами была я, Юля See you!